Центральное событие в городе Корабелов. 31 марта на Севмаше была спущена на воду вторая многоцелевая атомная подлодка проекта «Ясень-Казань». Субмарина была заложена в 2009 году по модернизированному проекту. Принятие на вооружение ожидается в 2018. Мы получили современнейший корабль, современной интегрированной боевой управляющей системой, современными средствами связи, современным ракетно-торпедным комплексом. И, конечно же, корабль с пониженной шумностью в сравнении с предыдущим. Вчера в Архангельске мы завершили работу международного форума «Арктика. Территория диалога». Но диалог надо поддерживать твердым и уверенным голосом. И такой твердый и уверенный голос у нас будет всегда, когда у нас будут такие лодки, когда будут такие результаты работы наших корабелов. На уходящей неделе стало известно, что в Новодвинске возле детско-юношеской спортивной школы этим летом будет обустроена специальная площадка для сдачи норм ГТО. По конкурсу 800 тысяч рублей на эти цели выделяет областной бюджет. 200 тысяч на условиях софинансирования обеспечивает город. Третий источник – Архангельский ЦБК. Здесь будет располагаться ряд физкультурно-спортивных комплексов для сдачи норм ГТО, непосредственно для базовых упражнений. Да, это ряд турников, разновысокие брусья, параллельные брусья, гимнастические скамьи для упражнений на пресс и так далее. Котлас принимал участников первенства Архангельской области по зимнему универсальному бою. Борьба шла не на татами, а на зимнем ковре. Полоса препятствий, привычная для летнего варианта, была заменена на лыжную гонку и пулевую стрельбу. Всего приняло участие более 80 спортсменов из Устьянского, Великоустюгского, Котласского и Вельского районов. Этот вид спорта очень культурный, в нем показывают силовые броски и единоборство. Я не ожидала, что я смогу повалить мою противницу, потому что обычно, что она меня валит.